Всем приветики, meine Liebes. Правильно говорю, нет? С немецким не очень хорошо, я не знаю, почему в голову просто пришло. Короче, здрасте всем, я-то собираюсь на коктейль летний уже с друзьями и, в общем, подумала, что будет нечестно, если я не сниму вам свой мейк. Мейк-то у меня будет, наверное, не очень яркий, хотя как пойдет. Но я вот тут вспомнила, что мы еще один тренд с вами не отработали, это акцент на нижнее веко. Так, первым делом готовим кожу. В качестве праймера использую фиксит-спрей Крогена Косметикс. Нанесу побольше, пускай увлажняется Елена Александровна. После этого никаких шелушинок не будет, тон будет ложиться еще ровнее и держаться макияж будет очень хорошо. Сейчас уже жарко становится и в нанесении тона особенно важно становится легкость текстур, поэтому вместо праймера я использую фиксит-спрей. И в качестве тонального средства возьму CC-крем, потому что очень хочется, чтобы кожа сияла, чтобы она была ровная, гладкая, красивая, но при этом, чтобы не было ощущения маски и не было ощущения вообще, в принципе, тонального средства на лице. Для меня это очень важно. У меня Stellar. Это прям любовь с первого взгляда. Абсолютно такая кремовая сливочная текстура, очень нежная. Я вот первый слой нанесу очень тоненько, практически как крем увлажняющий, чтобы легкое сияние дать и выровнять тон. Как видите, я вообще не особо запариваюсь с нанесением, потому что он очень круто растушевывается сам, без помощи каких-то дополнительных гаджетов, можно просто пальцами. И такой он легкий, такой нежный, прям очень красивый финиш сияющий, вот этот слегка влажный остается на коже. Прям вот то, что надо, самая модная кожа получается с ним. Про него давайте тоже пару слов расскажу. У меня оттенок 303, теплый, медовый, называется он. Собственно, это CC-крем Stellar, уже полюбившийся многим, много о нем пишут в интернетах положительных отзывов, так вот это его улучшенная версия. В комфортной кремовой текстуре, которая очень круто выравнивает рельеф. Вот прям, я думаю, что вы видите, да, тут особо специалистам не надо быть, что кожа выглядит очень холеной. Это на самом деле показатель крутости CC-крема. Ну и вообще любого тонального средства, потому что кожа должна выглядеть прям холеной. И даже при таком тонком слое уже она выглядит намного лучше. Плюс он очень классно подходит для повседневного макияжа, потому что с воспалениями борется, с покраснениями, антивозрастной эффект имеет. И у него в составе гиалуроновая кислота, которая дополнительно удерживает влагу вашей кожи. Так, второй слой я буду наносить уже кистью. Начну с центра лба. Так, можно поставить, наверное, то, что мы как в телемагазине. И по центральной части дополнительно нанесу его именно с помощью кисточки. Кистью CC-крем всегда ложится чуть-чуть плотнее. Чуть выше покрывающая способность становится у продукта. От пальчиков он немного подогревается, и поэтому ложится тоньше, очень легко растушевывается. На шею тоже немного нанесу, чтобы текстура не отличалась. Ну и вообще гиалуроновая кислота шеи тоже не помешает. А здесь еще и витамин А, шик масло, витамин С, витамин Е. Если говорить, какая у меня кожа, вот сейчас в летний период, скорее нормальная, склонная к сухости. И вот для меня идеально подходит. Просто я прям балдею от этого эффекта, этой переливающейся кожи. При этом нет ощущения липкости, нет ощущения маски. Просто у тебя классная кожа. Я в последнее время вообще просыпаюсь, и вот, ну, когда уже все, там, душ, все дела сделала, и перед тем, как начать основательно краситься, я вот капельку растушевываю по лицу, чтобы просто мне на себя вот так вот пробегая мимо зеркала смотреть приятно было. И реально как-то прям нравишься себе. Кожа засияла, и все, сразу, видите, улыбкой глаза заблестели. Мне, конечно же, прислали все оттенки. Я, кстати, на глаз вообще выбрала. Я думаю, что у вас не будет никаких проблем, потому что это вот редкий случай, когда вот этот кружочек, где обозначен оттенок, полностью, вот прям на 100% совпадает с тем результатом, который вы получите. Всего 4 оттенка, выберите себе подходящий. Прям очень рекомендую, классное средство. Причешемся немножко в бровях, и поехали накрасим нижнее веко. Наверное, будет коричневый, чуть-чуть с золотом и бежевый. Не могу не обращать внимания на свои аксессуары и свою одежду, поэтому всегда стараюсь немножко выдерживать эту тональность. Хотя, что я вру, не всегда. Иногда, иногда пытаюсь выдерживать. Так, спойлер, конкретный новый, тестируемый цвет, но уже утвержденный, уже вообще он все уже сваренный, скоро прям будет в вашем полном доступе. Кисточку возьмем Сердара, Сердарча, другу моего, Камбарова Т9, если что. И наберем. Это такой более холодный коричневый оттенок, в сравнении, если честно, там нет красного. То есть очень базовый, я прям обожать, обожать его. Называться он у нас будет Чоколад. Потому что хочется, чтобы у каждой девочки была своя шоколадка от нас. Я захожу сразу на слизистую, если вдруг для кого новость будет. Конкрет отлично, прекрасно просто. Наносится на слизистую, очень хорошо там держится. Сразу со второй стороны. Чуть-чуть вывожу, видите, как типа, как мой друг сказал, нижняя стрелка. Нижнюю стрелку чуть-чуть выводим. И я сразу по слизистой, прям до внутреннего уголка довожу. Глаз станет немного такой, как с прищуром от этого. Кисточка вот такая, типа кисти для губ, которая в идеале не кругленькая, а квадратная, видите, ну такая угловатая по форме. Она прям идеально просто за вас рисует. И нижнюю стрелку, и самообводку. У вас макияж вот прям две минуты будет занимать. Смотрите здесь, что важно, да. Вывели вот эту вот линию стрелочки, прямо из-под реснички. И пальчиком аккуратно немножко ее растянули. Чик, видите, она сама сошла до нет. Покрупнее возьмем кисть и слегка растушуем. Вот здесь я очень вам рекомендую прищурьте глаза, чтобы у вас изгиб, который есть вот здесь, вот от внутреннего уголка глаза, чтобы вы его не испортили. Когда вы прищуриваете глаза, вы начинаете чуть-чуть так вот прогибаться по форме глаза. И у вас естественным образом кисточка изгибается, сохраняя этот изгиб. Верхняя века я не буду подчеркивать. Смотрите, я только чуть-чуть как бы из-под ресничек прокрашу слизистую глаза, чтобы такие узкие-узкие получились глазки. Чтобы глаз не выглядел слишком плоским, особенно по верхнему веку, я вот прям чуть-чуть оттенок только более крупной кистью наберу и затемню очень легко складку верхнего века. Прям очень мягко-мягко-мягко. Пальчиком сразу растушую. На подвижное веко я нанесу немножко конкрет-беж. Оттенок будет дополнять. Заодно скроет все сосутики лишние и не надо будет использовать консилер. Открутим ресницы. Я ресницы подкручиваю и чуть-чуть направляю к вискам. И окрашиваем ресницы тоже в направлении к вискам. Прям сильно туда их затягивайте, чтобы глаз еще более узкий стал. Чтобы прям кошачий такой возрез получился. Потому что если вы сейчас реснички начнете раскладывать вот так солнышком, они будут очень противоречить этой линии. И она получится неуверенная. И точно так же нижняя в сторону периферии лица оттягиваем. Прям красьте в этом направлении. Туда. Чик. Коресницы сохнут. Давайте обзаведемся бровями срочно. Все по стандартной нашей схеме. По волоскам. Я не буду делать брови слишком яркие. Хотя в последнее время люблю прям потемнее, чтобы были брови. Даже когда в студии у нас крашу брови, говорю, давайте мне с запасом, чтобы они были прям черные. Но здесь бежевый жакет. Все такое светлое. Мне кажется, слишком яркие брови не нужны. Поэтому я вообще не давлю на кисть. И тогда рисунок становится светлее. А использую все тот же конкрет топ. Оттенок. Далее. Той же кистью, которой я наносила коричневый оттенок чоколад. Я немножко вообще без давления подведу губы. У нас с вами акцент будет сегодня на сочетании коричневого и такого бежевого нюда. И из-за того, что это одни и те же оттенки, которые использованы и в макияже глаз, и в макияже губ, то макияж получится очень гармоничным. Я вот той кисточкой, которая наносила сиси-крем, немножко стушую оттенок чоколад и им же сделаю коррекцию. Так, ну что, и беж на губы. Много в делах бежевого. Давайте пич добавим. Слишком светлые губы получились. С пичом классно. Для румянца совсем чуть-чуть берите цвета. Я там мастерски растушевываю. У вас-то, может быть, скиллы и не так прокачены пока еще, поэтому берите совсем немножко. Если вдруг вы понимаете, что вы с конкретом что-то переборщили, берите сиси-крем еще раз. Вот прям капельку. Наберите на кисть и растушуйте. Вот вам будет все чудо. Любая растушевка у вас уже будет идти хорошо. Вообще, кистью, которую вы наносили сиси-крем, можно многое поправлять в макияже. Обязательно пользуйтесь этим. Так, мне кажется, нам немножко сияния не хватает. Как будто бы я хочу добавить металлосить. Rose Silver. Металлизированный пигмент. Сухой рассыпчатый. Небольшой кистью. Так, вот его наберем и чуть-чуть еще здесь добавим легкого сияния. Здесь что важно? Втушевать это сияние, потому что оно не должно слишком сильно привлекать к себе внимание. На внутренний уголок глаз тоже нанесем. Красиво будет. О, да. Крутик. Какая хорошая была идея. Чуть-чуть улыбнемся, можем на яблочки, если кожа не жирная. Так, ну что, мне кажется, мне кажется, очень хорошо. Где тут мой хвост? Я думаю, пойдем с хвостом. Чуть-чуть объема здесь подвытащим. Вот, готово. Ну что, смотрите-ка, мы разобрали с вами еще один тренд. Очень простой макияж. Я не знаю, насколько у меня получится на монтаже, но, по-моему, это занимает, ну, минут пять. А здесь я еще раздумываю, что-то подбираю кисти. И, можно сказать, экспериментирую, например, вот с металлайзером Россильвер на ходу. Вы, по сути, тоже во времени не ограничены, но если вы придумаете какой-то свой концепт, как будете подчеркивать нижнее веко и какой дополнительный цвет будете брать ему в парочку, то будете делать такой макияж все лето, буквально за пять минут. И вот я хотела обратить ваше внимание на сам цвет этого нижнего века, потому что я взяла вот, спойлер вам, да, на новый оттенок Chocolate, который вот скоро-скоро выйдет уже. 20-й цвет юбилейный в линейке Concrete. Вы можете заменить его абсолютно на любой. Возьмите черный, возьмите синий, зеленый, разные, попробуйте. Коричневый, особенно вот такой холодный коричневый, он всем подходит, и поэтому я его беру как максимально универсальный вариант, тем более, что он классно сочетается с моими сережками и вообще с моим аутфитом, так сказать. Вот, короче, спрей. Прям чуть-чуть совсем, чтобы зафиксировать макияж, потому что даже пудрить не хочу, хочу вот это красивое сияние и вот этот естественный эффект сиси-крема на коже. Хочу его сохранить, короче говоря. Вот, вам хорошего вечера, не сидите дома, сериалы всегда успеете посмотреть, для этого есть зима. А сейчас давайте выходите на улицу в парке, в кафешки, на летние веранды, на шашлыки уезжайте, желательно, так же максимально красиво. Просто гуляйте, катайтесь на велике, на скейте, насваивайте что-то новое, вон на вейксерф вставайте, сейчас уже сезон. Короче говоря, давайте поднимайте свои упругие и не очень мягкие места и наслаждайтесь этим летом, потому что что-то мне подсказывает, что будет оно очень-очень-очень классное. Вот, и будьте в тренде. Модный макияж, это легко, просто, и какое-то еще должно было быть здесь слово, придумайте, пожалуйста, сами, напишите в комментариях. Все, всех целую, всем пока! Продолжение следует...